господа начинаем сегодняшний вебинар я постараюсь сегодня ответить на ваши вопросы сейчас я посмотрю запустилось ли видео и начнем так ожидаем сейчас я проверю звук сейчас я проверю звук все ура звук есть начинаем и так сегодня я оставил пост где попросил вас написать свои вопросы я постараюсь сегодня на ваши вопросы ответить сейчас идет тяжелое время у нас это время когда становится очень тяжело жить нет работы нет возможностей нет все переходим в момент такой когда нет света нет продаж нет чего-то еще и так далее там потом сегодня я постараюсь на эти все вопросы ответить и дать вам наверно поддержку именно поэтому я сегодня и выхожу вот с таким наверно вот с такой наверно миссии и так вопросы я читаю под постом своим в дуэко кайлас и рт после чего я перейду на сайт и буду отвечать в youtube и так людмила здравствуйте скажите пожалуйста сейчас ново троицком районе идет усиленная подготовка к чему-то они возле каждого села окапывается на ждут жаркие дни вам конкретно людмила угрожает опасность собирайтесь и уезжайте как можно дальше сторону сторону вот ближе к морю туда вот не находитесь в ново троицком районе вам конкретно и вашей семье угрожает опасность не находитесь старайтесь сейчас все запечатать оставляйте и старайтесь выезжать наташа-таша доброго вечера дякую за вашу працу будь ласка скажите наше місто никополь перетворилася на привит роботы немая люди выехали что робить обстрел тривает як выжить попереду зима и мы без работы ученицы безкоштовных ступен я дякую я хочу вам сказать наташа-таша что когда вы говорите что нет работы то вы ошибаетесь вот попробуем посмотреть вакансии в никополе и получается что вакансии в никополе есть их 42 какие они оператор клуб центра 7000 гривен консультант магазин от 7 до 9 продавец консультант 7-9 начальник прессуально поштового видела не но это тысяч 5 косыр в гедальню 7000 начальник службы продажу за результатом и продавец универсал до пиццерии 811 листоноша менеджер с продажу от 9 до 16 пакувальник девять с половиной тысяч заправник АЗС 7 с половиной тысяч кассир операционист 14 завідувач відділу місцеві органи державної влади від 9 до 10 бухгалтер закладу освіти 7 с половиной проведение инженер з охорони праці ну может вам не подойдет специалист лазерной апелляции с навчанием ось где можно сразу и научиться 8000 гривен лазер хаус никополь 04 километра в центре комплекту вальник 15-20 тысяч борисполь ле ищем в никополе ну и так далее менеджер с продажу хусте от 25 до 35 продавец кассир оператор АЗС 12 тысяч и так далее то есть работа есть и работа есть поэтому не стоит бояться конкретно вам не угрожает смерть вам не угрожает бомбежкой вам не угрожает конкретно вашей семье не угрожает разрушение поэтому смело устраивайтесь на работу есть другой вариант вы ищите программу эта программа помощи людям которые уезжают там в какой-либо город найдите сейчас есть программы которые проводятся черновцами программы которые проводятся полтава и так далее киевом это программ где вы семьей сможете не пожить ему могут предоставить работу также есть ряд программ при выезде в италию в норвегию в исландию и так далее то есть такие программы есть если вас это мучает вы боитесь и собирайте что-то делать то нужно успокоиться и сказать принять для себя кардинальное решение мы остаемся или двигаемся вот вам конкретно для вас лучше оставаться потому что у вас больше шансов будет и больше возможностей если вы останетесь и просто начнете работать и меньше память галина галина мне посчастливилось быть участницей двухдневного мастер-класса 2022 года обрядовая магия возникло много вопросов где можно задавать вопросы если группа пока не сделали но сделаем если нет даете ли вы разрешение создать такую группу нет двадцать четвертого десятого не могу временно ничем заниматься на вопросов много несколько слова семинария это совершенно невероятный необычный мощный интересный сильный потрясающий мастер-класс и признаюсь что пришла только за тем чтобы вы провели с нами обряды и даже не могла подумать насколько это меня увлечет и заинтересует повезло много меня лично шокировало сразу много было непонятно но прослушав заново первую часть начинала понимать вновь и вновь восторгай с вами спасибо низкий поклон с огромным нетерпением жду продолжения этого волшебного мастер-класса ваша ученица обрядовую магию можно проводить веками такое большое количество существует идей которые можно реализовать во время вот проведения данной обрядовой магии чуть-чуть не понял вопрос вы наверное хотите создать группу дело в том что обычно это происходит так ученики создают группу после чего ученики начинают думать что в группе находятся люди которым они начинают что-то продавать или что-то внушать или что-то рассказывать и так далее это в дальнейшем переходит в плохую группу то есть если группа школы то эта группа где люди должны обсуждать вопросы школа в случае если эта группа обрядовой магии то там должна обсуждать вопросы обрядов обычно начинается так открыли группу назвали туда людей потом давайте становитесь частью сетевого бизнеса вот хочу вам предложить или обсуждение политических идей каких-то там кто прав кто виноват кто плохой кто хороший и так далее кто под кем и кто зачем и прочее прочее ерунда поэтому к сожалению нет ждите вот вы сказали я постараюсь в телеграме сегодня прямо открыть группу и опубликую не знаю как вычленить этих людей дам распоряжение для того чтобы эту группу в дальнейшем ссылку на нее отправили всем кто участвовал в обрядовой магии обрядовая магия пишу магия группа лиза кормокова кормокова андрей древич удастся ли в следующем году выехать семью из страны остаться в другом государстве нет алена гуртовая спасибо вам за ваш труд люблю слушать вас и легче живется интересно стало ура давно еще свое предназначение сейчас занимаюсь хобби плиту браслета которая мне нравится пытаюсь заработать на нем более серьезно пока не могу занимаясь тремя детьми но так как заказов нет пропадает мотивация мне не нужно заниматься этим или что-то не так делаю вы продаете браслет по одному а вы делаете их в упаковке то есть нужно посадить детей нужно делать так и дальше начинаете их продавать но в упаковке допустим 10 браслетов в упаковке по стоимости такой-то такой-то а еще учитесь продавать в интернете ваш товар несложно продавать и можно его продавать и за границей и где оба также заведите блог как вообще нужно продавать ведете что-то в ютубе снимаете маленькие видео из большого видео делаете нарезки шорт потом эти шорты скачиваете с ютуба и публикуете их в инстаграм в тик ток в тик токе задают вопросы вы выходите отвечаете на вопрос в виде видео таким образом происходит коммуникация с людьми все видят что вы отвечаете так происходит вот в дальнейшем такая существенная работа это все работа наталья матюнкина здрасте 25 октября в день затмения не знала про не про него поднимала это на и дышала кодами оказалось нельзя и как быть кто сказал что нельзя все можно было все в порядке можно заниматься эзотерикой когда хочешь если это эзотерика позитивная 25 октября единственное что было у людей это внутренние демоны то есть у людей появлялась депрессия разочарование желание непреодолимое злость на кого-то но это длилось 25 26 вот вчера и сегодня уже всех отпустила до 8 числа еще будет а так вообще можете уже по поводу затмения забыть валентина шатила спасибо за драгоценные знания чудесные лекарства нодикс варикавазин цистонорм дают жить ходите работать без операции согласен нодикс это потрясающе а эмбрио клеточный препарат продлевает жизнь маме старшая дочь с мужем уехали в австралию по гуманитарной визе разрешат ли им там остаться до разрешит разовьет ли доченька бизнес то лучше развивает бизнес волноваке но освободители сожгли рынок и наш магазинчик мы убежали но я верю вам между феврал февраль душа оттаивает благодаря вам и мне если бы вы знали как это меня мучит как болит душа как я расстраиваюсь периодически ничего не могу с этим сделать очень хочется чтобы это все закончилось ну и это закончится феврале месяце будет последний чуть-чуть нам осталось январь ноябрь декабрь январь февраль 48 сколько там уже 7 месяцев или 8 пережили еще четыре переживем все в порядке я из харькова помогите у меня на спине начиная от шейного отдела и до поясничного отдела кожа покрылась белой блестящей сухой пленкой и сильно стягивает коллет как будяками посыпано чешется бак посевы в норме кандида альбиканс нет заранее благодарна это может быть аллергическая реакция так может проявляться проявляется чем нужно что нужно делать в вашем случае делать компрессы с содой также принимать соду 1 чайная ложка на стакан воды утром и вечером и скорее всего можно на кончике ножа полынь принимать можно полынь на пополам с содой четверть чайной ложки полыни четверть соды в порошке можно в холодной воде размешать и выпивать но лучше пейте соду обычная сода вам поможет а это уже четыре недели назад читаем вот здесь сейчас когда человек говорит все очень плохо у нас очень плохо и так далее я хочу сказать как нужно себя настраивать из чего необходимо начинать первое вашей основной помехой на сегодняшний день является телефон почему дело в том что телефон устроен таким образом что информацию вы не получите в ваше внутреннее состояние ожидает что вам в телефоне объявят о том что украина победила россию и все война закончилась вы ищите какие-то строки о том как там кто-то выиграл и так далее и так далее на самом деле этого не произойдет все вся информация которую вы получаете она вас не удовлетворит и кто бы что не говорил это будет для вас неудовлетворительной информацией дисциплинируйте себя объясню почему дело в том что вы сами не подозревая влились в то что называется слежение за информацией и это может вас полностью разрушать детерминировать то есть ваша происходит разрушение вашей жизни детерминация и это происходит потому что нужно мотивация нужно к чему-то стремиться нужно за что-то бороться нужно на кого-то разозлиться нужно не бояться а когда вы смотрите вы теряете кусочек жизни а вам нужно жить что необходимо сделать а еще самые страшные детерминаторы вот привязалось слово это скорее всего тик токи дело в том что в тик ток информация меняется через каждую там одну две три минуты ну и мы листаем сами и такое большое количество информации она приручает наше сознание переключаться очень быстро одна информация другая третья и появляется кашка потому что два три полезных видео и после этого идет там 10 не полезных наш мозг не может это разделять и в дальнейшем происходит истощение она у нас психическое и физическое для того чтобы начать выживать для того чтобы бизнес получался для того чтобы человек во время вот военного времени сейчас мог быть человеком который может или способен принимать решения видеть или резко реагировать на опасность четко понимать что ему нужно делать и куда необходимо двигаться такой человек должен жить в дисциплине то есть это не поздно ложится рано вставать купаться в холодной воде меньше есть заниматься физическими упражнениями если вам нечем заниматься занимайтесь физическими упражнениями это дисциплинирует нас если не можете физически мечтайте мантры выделяйте время для медитации спокойная медитация без телефона особенно с утра поможет вам на протяжении всего дня быть сконцентрированным на какой-либо идеи или какой-либо задачи это важное условие этой жизни позволяйте себе отдых только вечернее время и вот в медитации в утреннее время отдых может заключать в себе проверку информации там посты какие-нибудь читать там и так далее все остальное время старайтесь посвящать либо работе если у вас нет работы то начните заниматься заготовкой овощей фруктов закатыванием там какое-то продовольствие сушкой фруктов овощей там еще чего-то дальше можно делать там домашние колбасы их можно сушить там ты так далее дальше можно устроиться на работу какую-нибудь несложную для того чтобы там куда-то ходить можно дома начать вот вам нечем заниматься и вы не знаете что делать начните делать тотальную чистоту тотальная чистота которую вы сможете навести дома уберите старые вещи отдайте кому-то старые вещи и продайте старые вещи кому-либо найдите возможность дома сделать чистоту может быть даже какой-нибудь там косметический ремонт и так далее старайтесь тотально занимать свое свободное время какой-нибудь за каким-нибудь занятием обязательно будьте чем-то заняты это сейчас в данное время очень важно чего хочет от человека бог когда появляется военные действия когда и появляется война как ни странно бог хочет стена ней он хочет три элемента три элемента которые которые были нарисованы на картине или три всадника смерти это злость это ненависть это голод а это голод болезни и смерть неправильно сказал голод болезни и смерть голод болезни и смерть в итоге приводят человека к тому что он что он плохо себя начинает чувствовать ну и там это и называется вот война и наверно всадники зла вот они таким образом проявляются в этом миру и обычно это делается с позволения высших сил для чего это делается это делается для того чтобы люди которым было сказано в свое время в библии о том что человек должен поститься могли попаститься в это время то есть испытывать хоть какой-то холод или голод могли поболеть но если у человека ничего не болит то тогда нужно заниматься физическими упражнениями активно то есть стена ними как я это называю причем так со всем элементом злобы злости и так далее дело в том что это все в комплексе приведет к тому что на вас война не повлияет это проверенный такой вот стопроцентный факт чем не стоит заниматься в это время в это время не стоит заниматься плакаться ненавидеть беситься в это время необходимо заниматься постом саморазвитием чтением медитации чтением вернее мантр медитациями работой семьей стараться делать что-то для семьи в семью стараться как можно больше развиваться вот это является ключевым элементом который сейчас необходимы которым необходимо заниматься а телефон в этом всем занимает позицию разрушающим человек разрушающих так вы думаете что телефон дает вам знания на самом деле он дает отрывки информации дальнейшем это вас переистощает вы опускаете руки вам ничего не хочется и потом вы злитесь вносите в дом раздражение в итоге никто не чувствует себя незащищенным ненужным и это сейчас и разрушает семьи делает людей нервными и так далее не делайте так говорю вам это серьезно ваше знание восхищают сестра вышла замуж против воли родителей зря сейчас у нее не просто забедренного инвалид родить не может она как зомби что можно сделать будет ли она с ним будет скорее всего с ним и то что у нее некроз начался тазобедренного сустава это не связано не с родителями не с ее мужем это связано с тем что она решила очень быстро похудеть то есть она очень быстро похудела за счет этого и дети не могут родиться за счет этого и некроз тазобедренного сустава то есть она просто вот чуть-чуть Что нужно сделать? Для того, чтобы жизнь была счастливым с мужем, необходимо перед родителями извиниться, приехать к родным и сказать, да, я поступила не как вы хотели, но дайте мне все равно благословение, благословите на счастливую жизнь. Ну, уже поступило. Материнское и отеческое сердце, оно всепрощающее и, конечно же, они смогут ее простить. Так у нее жизнь наладится и больше будут люди, ну, родители ее будут все равно любить. Дальше, по поводу того, что тазобедренный и некроз тазобедренного, это необходимо удалять, сто процентов. Дальше, по поводу родить, скорее всего, родить сможет в своей жизни. Елена Тютюн. Андрей Андреевич, выстоит ли наш дом в Чернобаевке и вернемся ли мы туда жить? Да. Здравствуйте, скажите, возьмут ли меня на работу в Измаил? Да. Уважаемый Андреевич, я полгода не могу устроиться на работу в своем городе, ходу в одни и те же организации по кругу, что я делаю не так? Возьмите два... А что делаете не так? Был ковид три года, потом началась война, уже длится почти год. О чем это говорит? Это говорит о том, что в государственных, муниципальных, в системных организациях есть сокращение. Что вы делаете так? При чем тут вы? Значит, вы недостаточно хороший специалист, чтобы вас брали. Значит, вам нужно поменять сферу деятельности, сферы работы, посмотреть там вот, где необходимы такие люди. Значит, вас не хотят из-за возраста, из-за амбиции, из-за внешнего вида там. Все это значит, вы не понимаете и так далее. А что нужно сделать? Ну вот если уже прям задачи изменить ее невозможно и три года ходите, то за три года можно было научиться, первое, чему-нибудь новому, а второе, есть эзотеристские способы. Возьмите два каштана, положите их в карман и носите на себе с утра до ночи. Так через неделю, через две или через месяц 100% найдете, ну 95% найдете работу. Каштаны конские, и надо два, а не четыре, и не шесть. Потому что мужчина писал, что я ношу их 10, я же сказал два, а я думал, так лучше будет. Ну нет, это эзотерика, там каштаны имеют значение, их нужно два, не больше. Скажите мне остаться в Бельгии или вернуться домой в Украину? В Бельгии остаться. Добрый вечер, Андрей Андреевич, для меня свойственная мягкотелость. По первому зову бегу помочь, если обещала, то выполняю, не могу отказать, нет. За что получаю неприятные моменты в жизни? У вас, наверное, много детей, раз вы не можете отказывать. Ха-ха-ха. Итак, для того, чтобы научиться отказывать, нужно понимать, что... Жизнь коротка. И жизнь, она должна быть посвященная прежде всего себе. И вы знаете, есть хорошая такая история. Бог одного человека благословил и начал ему давать постоянно... На улице был голод, и он жил в одном доме. И этот человек, ему Бог давал постоянно еду, но ему было жалко людей, и он эту еду отдавал голодным. А голодные не заканчивались. И вновь Бог давал ему еду, и он ее отдавал голодным. И через какое-то время этот человек умер. Голодных не уменьшилось, а человек умер. Именно поэтому суть этой истории звучит так. Когда вы все для кого-то делаете, немного оставляйте для себя. То есть ваше родное и важное время ставьте его на первое место, чем польза или работа для кого-то или для чего-то. То есть на первое место ставьте прежде всего возможность делать что-то хорошее еще для себя. Во-первых, всегда делайте лей. Во-вторых, как в четвертых... Ну что, видно? И в четвертых уже для всех остальных. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, мне остаться ответил, ответил, мэээ, хрибат, ружиева. Здравствуйте, Андрей Андреевич, спасибо заранее. Я из Туркменистана. Мой муж болеет серьезно. Серьезно, с печенью, у него два рога. Типа сахарный диабет. Доктора говорит, пересадку печени у нас нет донора. Можете помочь эзотерически? Нет, к сожалению, не могу помочь эзотерически. Что нужно сделать для повышения самооценки? Для повышения самооценки нужно разозлиться. Вообще, когда человеку плохо, вот два человека тренируются. Один человек тренируется. Вот я наблюдал недавно тренировку двух людей. Первый человек, он поднимает, опускает, садится, отдыхает. Поднимает, опускает, садится, отдыхает. А второй поднимает, опускает, причем поднимает энергетически. Опускает энергетически, садится, вскакивает, поднимает вверх. Я заметил, что один тот, который занимается мягко, то он занимается как бы без охотки. Почему? Он бы мог, но не особо хочет. Ему это может быть не нравится. Или может он бережет себя и так далее. Вот очень часто, когда человек говорит, как сделать, как повысить самооценку, я обычно говорю, нужно перестать себя жалеть. Для того и бояться. Вот перестаньте жалеть и перестаньте бояться. Это все вдвойне повысит вашу самооценку. Делайте все страстно, маниакально, интенсивно, энергетично. По поводу женщин, которые говорят, как мне повысить самооценку, я не нравлюсь и так далее. Послушайте, чем отличаются женщины, которые считают, что они никому не нравятся, от женщин, которые считают, что они нравятся? Они отличаются тем, что женщины, которые считают, что они всем нравятся, все равно в душе считают, что они никому не нравятся, но только об этом не говорят. Точно так же, а женщины, которые считают, что они никому не нравятся и говорят об этом, просто об этом говорят. Вообще так устроен мир. Люди, которые говорят, что бесстрашны, на самом деле точно так же боятся, как все остальные, просто молчат об этом и гордые делают вид. И так мир устроен. Дело в том, что все человеческое свойственно всему человеческому. Свойственно быть свойственно бояться, свойственно недооценивать, свойственно переживать, свойственно комплексовать. Это свойственно. Просто чем отличаются люди? Одни умудряются не показывать этого, а другие показывают. Поэтому будьте теми людьми, кто не показывает. Тогда это со временем исчезнет. Вот таким образом. Так. А дальше эротика. Куда же тебя положить? Жарко. У меня врач, сын, травматолог. Все время был в Чернигове, ему 26 лет. Начал сильно пить. Девочка врач, с которой был все время в Чернигове, уже не к сердцу. Будет ли он счастлив? И как с алкоголем быть? Не переживайте, он алкоголиком не станет, со временем бросит. Не переживайте. У него жизнь будет хорошая. То, что он с девочкой не встречается, тоже в этом ничего плохого нет. Будет он счастлив. Где-то аж к 30, может, к 30 годам, может, даже позже. Не торопите его. Все в порядке. А то, что травматологи там пьют, травматологи все выпивают. Это медицина. Я тоже был в медицине и тоже выпивал. Это такая судьба. Ничего с этим сделать нельзя. Но в отличие от обыкновенных алкоголиков, врачи не спиваются. Это связано с тем, что очень долго учатся, и сознание такое уже более сконцентрированное, более интеллигентное. Поэтому врачи пьют интеллигентно. Все в порядке. Не переживайте. Он не станет алкоголиком. У него в жизни ничего плохого не будет. Ему хорошо было бы научиться еще заниматься костоправством. И вот у него хорошая была бы жизнь. А то, что он 26 лет травматолог и выпивает, так это там такая вот медицина. Все в порядке. Не бойтесь за него. Зря за него переживайте. Наталья Тишко. Я Наталья ученица. Наверное, только все падаю и падаю. Ступень за 17-й год купленная. Нет ни шагу вперед. Не хочу со школой расставаться. Нравится очень учение. Ваши мне. Ну что ж. Если человек падает и падает, то он должен знать три компонента роста. Смотрите, человек как живет. Я об этом очень часто говорю. Вы правильные слова сказали. Вот так устроена жизнь. Получается, вот так человек должен двигаться, не падать. А вот так человек падает. Ну это как бы само по себе подразумевает. Вот это наша душа. Я ее сейчас нарисую. Смотрите. Хорошие чувства делают душу вознесенной. Плохие чувства делают душу падающей. Давайте еще раз. Хорошие чувства возносят душу. Плохие чувства заставляют душу падать. Какие вы испытываете чувства? Андрей Андреевич, ну я думаю хорошо. Думаете вы хорошо? Отлично. А чувства какие испытываете? Ну никакие. Ну какие-то испытываете. Давайте проверим на протяжении дня, что испытывает человек, какие чувства, расчеты в магазине, а денег нет, начинает переживать. Итак, записываем, какие чувства, переживания по поводу расчетов, итак, переживания, а дома раздражение, дальше перед зеркалом раздражение. В интернете ненависть, потом переживания, если с мужем гнев и раздражение. Потом в интернете страх, потом еще кино с печальной печалью, ну и потом еще какой-нибудь фильм ужасов страх. И потом смотрим. Человеческая жизнь так устроена. Если чувства хорошие возникают, человек возносится, и в жизни становится ему лучше. В случае, если чувства плохие, то он начинает падать, скатываться. Это же примитивно просто. Вообще примитивно просто. Что необходимо вам сделать? Найдите в себе силы контролировать свои чувства. Сделайте так, чтобы меньше переживать, меньше разочаровываться, меньше раздражаться, меньше ненавидеть, меньше переживать, меньше злиться, меньше испытывать страх, меньше печаль. Не можете, уберите возможности, чтобы это было у вас, понимаете. Побольше, там есть же еще, вот я часто говорю, гуляйте, смотрите что-то прекрасное, музыку слушайте, физическими упражнениями занимайтесь, танцуйте, пойте, что-нибудь делайте хоть немного, давайте возможности вашей душе подниматься. Потому что это напрямую связано с материальным благополучием, со здоровьем, со всем. Посмотрите на молодых людей или на детей, чем они отличаются от стариков или от очень взрослых. Когда смотришь на очень взрослых людей, это меня Аня когда-то научила, моя дочь, она говорит, я не люблю со взрослыми людьми общаться. Я говорю, почему? У них лица печальные, как будто сейчас заплачут. Правильно, один из элементов старения как раз и заключается в том, что человек на протяжении своей жизни накопил огромное количество печальных чувств. И они душу, конечно, привели к тому, что душа устала, она так устала, потому что не было ни радостного. Радостное там день рождения, радостное поели, радостное почесались, радостное секс пять минут там один раз в десятилетие. Радостное, может быть, там сто грамм выпили, а потом два дня еще хуже. Ну и все, понимаете? И вот это все, это все, ничего с этим сделать нельзя. Вот оно есть, было и будет. Это принцип жизни человека. Поэтому мой вам совет, находите возможность. Почему я говорю, что иногда нужно рисовать, иногда нужно на чем-то играть, иногда нужно что-то писать, иногда нужно что-то читать, иногда нужно что-то прекрасное видеть, иногда нужно просто отдыхать. Почему? Очень важно в жизни человека, как для эзотерика, так и у обычного человека, находить возможность испытывать состояние или контролировать и находить возможность чувствовать что-то хорошее. Иначе, надеюсь, ответил на ваш вопрос. Марафон по целительству. Получится ли у меня заниматься целительством? Да. Открытие сновидения получится. У меня другой путь нет. Смело вы занимаетесь правильным делом. У вас получится. У вас вообще по роду видно. И у детей у вас заниматься медицинской практикой. Я, Наталья, ученица, наверное, ответил. Лев Попов, школа экспресс-психологии Ле Ранс. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, у меня временами вспышки жуткого гнева. Не получается сдержаться. Страдаю от этого уже чуть меньше года. Что мне сделать, чтобы отпустило? Это тестостерон. Тестостерон обычно в молодом возрасте выделяется агрессивно, стихийно и очень быстро, резко. Это все приводит к сумасшедшим вспышкам вот такого взрыва. Чем можно помочь? Бег, ходьба, физические упражнения, приседания. Дальше ничего нельзя принимать возбуждающего. Не смотреть возбуждающие фильмы эротического характера. Не прикасаться к половым органам. Стараться очень много заниматься физическими упражнениями. И заниматься утренней медитацией, в ходе которой необходимо с открытыми глазами смотреть на любой огонь. Таким образом, если вы беситесь, как это все убирать, во время гнева закройте глаза и сидите с закрытыми глазами. Больше ничего не делайте. Постарайтесь в этом состоянии как можно сильнее разозлиться, как можно сильнее, насколько это возможно, накрутить себя. При этом делайте как можно длиннее выдох и короче вдох. Таким образом избавитесь навсегда от таких моментов. Марина Денисова. Добрый вечер, Андрей. Как сделать? Вот вы экспресс-психологией занимаетесь. Возможно будете использовать мой метод. Он называется слайды. Вспомните тот момент, когда первый раз вы начали раздражаться. Это является первопричиной ваших раздражений или гнева, вспышек. Скажите себе, вспомните, представьте как картинку. Скажите себе, в этом месте я был неправ, я очень раздражался и был нервный. Это было со мной. Я это принимаю. Потом как бы слайд этот меняете и говорите, да это было, я меняю слайд, теперь в дальнейшем этого не будет. И после этого ставите туда слайд, где вы добрый, хороший человек и так далее. Это называется смена слайда первопричин. Я об этом рассказываю на одной ступени. Марина Денисова. На марафоне вы мне ответили, что в 2024 достроят мою квартиру, которую я купила в Дербенте. Не знаю, повлияют ли теперь эти события на ваши предсказания. А какие, зайчик мой, какие? Все будет хорошо. Как я говорил, так и сказал. А вам недостаточно, что я сказал. Я понял. Вам надо еще подтверждение. Достроят. А что, сейчас нет строек? Что бы ни произошло, стройки будут. Что бы ни произошло, жизнь будет продолжаться. Что бы ни произошло, дети будут раздаться, люди будут болеть. Мир будет, цивилизация мира будет существовать. Джана спрашивает. Почему климат влияет на самочувствие? Это очень неправильный вопрос. Дело в том, что он непонятный. Почему? Смотрите. Мировой климат, он не на самочувствие влияет. Он на людей влияет. Причем люди умирают очень много именно из-за смены климата. На сегодняшний день смена климата во всем мире является одной из глобальных проблем, существующих на планете Земля. Это связано с возбуждением вот этих вулканов, гряда вулканов. Это все поднимает температуру на планете. Из-за этого меняются течения Гольфстрим. Из-за этого происходит и похолодание, и большие цунами. А также из-за того, что очень много людей используют гербициды, пестициды. Вот допустим, в Украине разрешено использование химического вещества ТНТ. ТНТ это удобрение, которым посыпают поля, пшеницу особенно. И после этого тля, божья коровка и так далее. По идее, вернее, пшеница начинает быстрее расти и так далее. Но дело в том, что ТНТ это единственное удобрение, которое убивает яйца скворцов черненьких таких. А скворцы это одни из птиц, которые питаются божьими коровками. Убивая скворцов с удобрением ТНТ, у нас в Украине появилось огромное полчища божьих коровок, которые нападают на людей, которые кусаются. И при всем своем красивом внешнем виде оказываются такими злобными насекомыми. И скворцы раньше их ели, это было любимое лакомство. Сейчас скворцов нет в Украине, и за счет этого увеличивается количество божьих коровок, которые поедают там листья, которые там наносят ущерб и так далее. То есть что нужно сделать? Это все называется климат. То есть это все называется климат, потому что удобрения влияют на климат, климат с потеплением влияет на людей, использование гербицидов влияет на климат, срезание деревьев влияет на климат. Вот смотрите, как все запутано и как все по-дурацкому выглядит. В свое время люди начали говорить о том, что использование пищевой пленки это очень плохо. Попадая в землю, она там... Ну и придумали бы бактерию, которая съедает пищевую пленку, какие-нибудь сжигающие пресс-формы, которые могут вторично это перерабатывать. Отдельно бы собирали эту пленку, модифицировали бы, чтобы она напополам была пленкой, напополам то есть пористой какой-то. Нет, на это никто не пошел. То есть пленку как использовали, так и используют. Но сказали, а для того, чтобы спасти этот мир, давайте перейдем на бумажные пакеты. И вот что начало происходить. Использование пленки, а потом отмена и нежелание использовать пленки в европейских государствах, привело к тому, что вырубка лесов во всем мире увеличилась на 600%. На 600%. Дело в том, что пакет выбросить несложно. И он сгниет. Ура! Поздравляем нас, товарищи! А дерево вырасти? Разве можно так легко? То есть каждый день, покупая и упаковывая еду в бумажные пакеты, 1 миллиард человек, 6 миллиардов человек срубает приблизительно, или срубывает приблизительно 50 гектаров леса. И делает это очень длительный период времени. И люди говорят, да что ж такое, лесов все меньше и меньше. Поздравляю всех! Зато мы экологию защищаем. Зато мы пользуемся бумажными пакетами. Аллилуйя! Зато вот меньше клеенки используем. Это получается экология со стороны непонятной. Получается, такая экология не экологична. Получается, лучше уже пленка. Тогда что нужно делать? Нужно продолжать с пленкой работать, но нужно работать над тем, чтобы пленки были более распадающиеся, чтобы пленки были, может быть, в виде сеточек, ячеек. Пленки были, чтобы у них элемент загрязнения был меньше. Производить синтез пленок, изучать эти пленки, делать все для того, чтобы отдельно эти пленки как-то собирались, что-то с ними делали и так далее. Вторично их использовать, сжигать, использовать их как топливо в дальнейшем, уже использованную пленку и так далее. То есть вот над чем нужно работать. Климат влияет на самочувствие. Да, вот эти вирусы, это все за счет или из-за климата произошло. Сейчас климат, с одной стороны, очень жаркое лето, с другой стороны, очень холодная зима. Это все переизбытки или влияние климата. И, конечно же, это является одним из таких, наверное, элементов, которые, наверное, и контролируют и возможность рождения детей, и возможность неразрастания человеческой эволюции и так далее. То есть, видимо, что-то эта природа знает. Чем больше людей, тем хуже климат. Ну, наверное... Таня Пурик, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, брата забрали сегодня на войну. А что сказать вам, Таня? Придет живым? Придет. Андрей Колесник, добрый вечер. Здравствуйте, Андрей. Я солнышко. Здрасте, солнышко. Вы с супругой семья номер один в мире. Да, я люблю свою супругу. Дело в том, что дети и супруга для меня являются вот тем элементом, который увеличивает у меня возможность двигаться вверх. Одна из задач, которая есть у меня, как человека, пережившего онкологическое заболевание, это невозможность снова упасть. Анализируя сейчас, почему я болел, я могу сказать вам, что было два разных человека. Тогда я был мусоросборником, который постоянно искал возможность, чтобы объяснить, почему я вредничаю, я все время вредничал, мне не нравилось есть за столом, мне нравилось быть с людьми, люди не нравились, машина не нравилась, вечно кто-то неправильно делал. Я занимался бизнесом. Эти неправильно делают, эти не так ходят, эти меня не слушают, жена не так ложится, там тот не так пахнет, одежда не такая, садился стул не такой, повернута не так, там дети не такие, жизнь не такая, все не так, и что бы ни менялось, все было все время. Смотрел я фильмы, самые любимые ужасы, и жизнь моя скатилась вот так вот медленно вниз. Почему? Радости не было никакой. Потом, когда сделали первую химиотерапию, мне доксирубицин, лейкоплакин, а потом сделали мне уже дальше радиотерапию, сделали операции какие-то, там поудаляли органы, то это в дальнейшем, конечно, привело меня вообще к тому, что почернело все, уже не хотелось ни любви, ни жизни, ничего, уже не хотел вообще ничего. Я вообще считал, что жизнь это божья ошибка. И вот чуть не поквитался. Очень тяжело было осознать, что нужны чувства хорошие. Очень сложно было. Почему? Нас родили, Бог нас создал, а книгу эксплуатации к применению не дал. Но ребенок, который рождается, его первые элементы коммуникации с первых месяцев его жизни являются удивление и улыбка. Вы заметили? А старики как умирают, у них есть улыбка? Очень редко удивление. И что не видели в своей жизни? Ты все видели? Поэтому пока хочется удивляться, пока хочется восхищаться, пока хочется радоваться, до этого момента мы будем всегда жить и всегда будем счастливыми людьми. Как радостно вас видеть. Спасибо. Здравствуйте. Скажите, что мне сейчас нужно провести фокус внимания? Смогу ли я сохранить семью и нужно ли? Нужно. Дело в том, что сохранить семью это важно. Дело в том, что для нас каждый человек, который с нами живет, это важный урок. Важный урок. И так уж жизнь устроена. Один любит, другой терпит. Потом меняется это все. Другой терпит, второй любит. И так вот оно происходит. Почему? И с чем это связано? Дело в том, что Бог создает людей не только по принципу бесконечной радости. Есть очень хорошая книга, называется «Горе от ума». И там везде все хорошо, но у них все плохо, знаете. И точно так же у людей. Если дать человеку все время, чтобы жизнь была ровная, чтобы жизнь была такая хорошая, хорошая, то появляется омут. Все равно кто-то находится, у кого всплеск. Там начинает раздражаться, ну что кто-то чавкает, и надоело вот это, и надоело это. Почему? Слишком хорошая жизнь. Поэтому в слишком хорошей жизни должны быть какие-то всплески. Почему? Помните символ Ин и Ян? То есть, там где много белого, должно обязательно какой-то всплеск черного быть. И там, где есть что-то черное, обязательно может быть что-то белое. Именно поэтому я говорю, если жизнь полная жопа, то обязательно будет что-то хорошее. И если жизнь полная радость и счастье, то обязательно будет что-то плохое. Именно поэтому я хочу вам сказать, знаете, очень сложно людям найти вторую половину, очень сложно начать с кем-то жить, очень сложно сойтись, на это годы уходят, а жизнь проходит. Поэтому если уже есть, то можно из него слепить что-то прекрасное, как? Восхищайтесь им, говорите, он говорит, ты там та-та-та, говорите, да, я больше не буду, ты прав, но я буду изменяться, прости, любимый, ты какашка, как скажешь, любимый, но мы одна семья, поэтому я какашка, ты тоже уже пахнешь, кстати. То есть вот так все устроено, знаете, он там тр-тр-тр, и вы, ты мурк-мурк. Понимаете, как это все устроено? Фокус внимания на семью, вот это и есть важный фокус внимания, семья должна стоять на первом месте. Практика золотой звезды в круге работает противоположно, все как будто останавливается в делах, потому что надо знать принцип движения, движения нашей души и падения нашей души. Поэтому в случае, если у вас движение вашей души вверх, у вас будет практика это срабатывать в хорошую сторону, а движение вниз в плохую сторону. Гены Ланейра, помогу ли я приобрести недвижимость до конца этого года, может или нет? Нет, скорее всего не сможете. Виолетта, скажите, пожалуйста, когда у меня будут дети? Через два года только. Турецкая одежда, ой, там столько всего у вас будет еще? Турецкая одежда, оп, трозница, сказал женщин, теперь спать не захочет. Андрей Андреевич, хочу открыть театр по садам и школам, что меня ждет? Получится. Смело этим занимайтесь. Здравствуйте, уважаемый добрый учитель. Да я добрый. Суббрать. А, а, как вы умовляете R? Р, вот так можете вы умовляете по-французски. Р, Роман, Париж, О, Григорьян, О, Григорьян, Григорьян, Кармавир. Не знаю, я в общем слово забыл. Ну, опять-таки, я тоже сказал, не знаю. Есть такие слова в французском языке или нет? Не знаю французский, знаю немецкий. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, у меня есть ребенок, но отца дочки, нет ответственности. Он узбек, а я русская, хотим переехать в Узбекистан, но волнует жизнь там. Будет ли он ответственным? Будет, смелые дети, хороший мужчина, хоть и вредный, такой чуть-чуть как не в себе. Но это узбеков молодых обычно. Они пока молодые такие, а потом взрослеют и ого-го становятся такие нормальные. Восхищайтесь вашим мужем, он будет богатым, все будет хорошо. Подскажите, стоит ли сменить место жительства? Стоит. Скажите, пожалуйста, когда у меня будут дети? Ответил. Здравствуйте, всем доброго времени суток, так приятно вас слушать. И меня. Что сделать, чтобы сын бросил пить? Представляете сына маленьким и говорите, ты мой солнышко, ты мой ласточка, ты мой золотой. Потом приставили второго человека, которого выделяете с него, желательно выделяйте в левую сторону. Вот приставили его, получается, в его левую сторону. От него в левую сторону. От вас в правую. То есть, представляете сына и в правую сторону отделяйте, чтобы от него в левую ушло. Итак, запечатали сына, как я обучаю на первой ступени, произнесли слова, как я обучаю на первой ступени. А потом отделили сына своего, сына своего маленького хорошего. Говорите, ты мой зайчик, ты мой хороший, ты мой золотой, мои ласточки, мои ножки. Ты такой был хороший, 12 лет, 10, 8, 7, 6, 5, 4. А родила тебя, пупсик, как ты смеялся. А потом отделили от него того, который пришел за мной, и сделали так. Между ними поставили стену. Тот, который алкоголик, по правую от вас сторону. Тот, который хороший, по левую сторону. И говорите тому, который хороший. Говорит, ты мой зайчик, ты мой хороший, ты. А потом тот, который плохой, говорите, а ты урод, ублюдок, дебил, сволочь, фашист, шпана, Путин. Пошел и матом. И выбрасываете его, представляете, будто к лестнице подвели, сбросили там с 10 этажа. После чего не забыли. А еще мысленно можно того, который рядом с ним, палкой побить, или ремнем побить, или кнутом, или мечом, или еще чем-либо. Можно побить, попугать его, взять какую-нибудь штуку. Ах ты, пошел, сейчас как зарублю тебя, там что-нибудь представить. И после этого делаете так, утром, в обед и вечером. Один месяц пройдет и пить бросит. В конце не забудьте его запечатать. Ом ахум хахри. Как я обучаю. А если вы не знаете, как это делать, то и не делайте. У меня будет новая любовь после предательства? Здравствуйте, я являюсь ученицей, но в этом фоне происходит со мной трансформация. Готовлюсь к переезду в свою квартиру. Как скоро мы переедем? В первых месяцах после Нового года уже будете переезжать. Скажите, пожалуйста, строит, продавать дом? Стоит или не стоит? Показывает, не стоит. Андрей Андреевич, у нас будут еще дети? Показывают, да. Скажите, у меня будет второй ребенок 40 лет? Показывают, да. Добрый вечер. Встречу ли я свою вторую половинку? Половинку прямо. Мне уже 37 будет в декабре. Спасибо, учитель. Вы же понимаете, у нас половинка какая? Вот смотрите, если разделить меня. Хорошая моя половинка ест, а плохая, которая сзади меня, не особо. Поэтому не надо половинки. Нужно душу искать. Где я найду свою душу? Или где я найду свою любовь? А половинок не надо. Потому что если половинка, то если вы хорошие, то половинка будет плохая. Аккуратнее с этими половинками. Где вы понабирались? Моя половинка, моя половинка. Я же говорю, моя половинка. Одна половинка ест, а вторая. Что попало делает? Половины находите, а потом что попало? Как попало живет? Встречу ли я свою вторую половинку? Половинку нет, а любовь, да. 37 будет в декабре. Не 37 будет, а 37 пока. Вообще, я считаю, 37 это самый лучший возраст. Вот именно то время, когда осознанно можно влюбиться, любить, жениться, замуж выходить. И быть счастливым осознанно. Нормально. Скажите, чем лечить высыпание на коже? Нетрадиционный метод. Часть соды, часть полыни порошка. В виде порошка съедать. Одна чайная ложка один раз в день. Второй способ это серо. На кончике ножа съедать серу два раза в день, утром и вечером. Курс лечения один месяц. Выйду ли я замуж за парня, с которым встречалась или есть у нас с ним будущее? Скорее всего, выйдите. Мой молодой человек обещает приехать ко мне, но совсем, на совсем. Не обманывает меня, мы с ним расходились. Казалось навсегда, но говорит, любит. Приедет или нет. Слушайте, а зачем вы меня заставляете это делать? Зачем? Я не хочу вам отвечать. И что я сейчас скажу? Если обманывает, то все, вы начнете там кидаться и орать. Я на это пойти не могу. Я не решаю вопросов любви. Слушайте, сходитесь, расходитесь. Причем тут я. Тем более, это не муж, знаете. О чем вы? Я не хочу, мне не надо этого. Витя Попова. Навчаюсь на порукарне. Получится в моей ночи, не будь ласка. Получится. У сестры некроста забедренного инвалид. Детей родить не может. Вышла замуж со скандалом. Муж берет деньги. Поет какой-то святой водой. Не лечит ее. Она будет с ним? Скорее всего, да. Я уже ответил в начале на этот вопрос. Но святая вода ей не поможет. Ей надо операцию делать. Она уже потеряла сустав. Ей нужно срочно делать имплант. И она еще сможет и жить, и бегать, и так далее. Все в порядке у них будет. Не надо переживать. Это с родителями не связано. Ей надо покаяться перед родителями. Съездить и сказать. Ну что ж. Дурак и дурак. Но люблю получить такое благословение. Мех Рибат Рожиева. Здравствуйте. У меня очень большой долг. Могу ли я этот долг в следующем году? В следующем году еще не закроете. Но через пару лет закроете. Вера Кириллова. У вас, Андрей, была мантра для быстрого замужества. И на на. Пожалуйста, дайте еще раз. Не даю. Уважаемый Андрей Ильич, вы наше солнце, в нашей жизни. Вот как вы сейчас сказали, у меня полная... Да. Так или так? У меня полная. Как вы учите, все равно радуюсь, восхищаюсь. Получится вырваться? Сто процентов получится. Читайте мантру. Ома хум ваджа гуру подмосит хе хум. Помните, я ее когда-то давал на ступени? Будут ли успех у взрослого сына, который собирается переехать в Турцию? Ну, так себе. Не особо. Здравствуйте, Андрей Ильич, меня смогут вылечить, диагноз не установлен, что-то связано с головным мозгом? Помогут вам, да. Медленно, но сможете вырваться. Стоит продавать дом, ответил ранее. У нас будут еще дети в семье, скорее всего, да. А что вы по два раза, да? Не получается концентрация на чем? Концентрация на черную точку. Посоветуйте, как правильно концентрироваться и медитировать. Я вам хочу посоветовать пройти мою первую ступень. Там я рассказываю о концентрации, о медитации, обо всем. Здесь, наверное, нет. Будут ли у меня внуки-близнецы? По-моему, нет. Моего сына, ну, могу ошибиться, но, по-моему, нет. Владимир очень часто меняется настроение. Кричит, агрессирует. Что можно сделать? Когда кричит, то это у него адреналин, который вызывается за счет большого тестостерона. Много тестостерона, много адреналина. Физические упражнения снижают тестостерон. Возбуждают картинки женщины и так далее. Как сделать? Никак. Ничего нельзя сделать. Что нужно делать? Можно давать адаптол какой-нибудь, успокаивающие препараты, седативные. Но сам по себе, пока молодой, вот тип характера не может удержаться большой тестостерон. Магний давайте ему. Будет легче ему. Тридыч, я услышал ваш ответ. Но мои родные ни о каком отъезде не хотят слушать. Что я могу еще сделать, чтобы защититься? Буду делать все, что скажете с уважением, Людмила Войнаги. Я уже не знаю, что я вам так говорил. Скажите, пожалуйста, сейчас очень жарко в Бахмуте. Я выехала в Киев. Сохранится мое жилье? Или мне нужно уехать в Германию? В Германию не нужно. А в Бахмуте жилье сохранится. Спасибо за учение. Резко упало зрение. Боюсь ослепнуть. Что делать? Вы научили многому. Пейте на протяжении дня лимонный сок. Кто бы что ни говорил, там зубная эмаль, там испортятся зубы, все будет плохо с желудком. И так никого не слушайте. Каждый день выпивайте лимонный сок. Покупайте ящик лимонов, пейте ежедневно лимонный сок, там, я не знаю, но четверть стакана, два раза в день, даже три раза в день, после еды, на протяжении дня, с водой, без воды. За полтора месяца зрение на 100% изменится в лучшую сторону. Вот за полтора месяца. Не можете пить в чистом виде, добавляйте воду, добавляйте мед, но пейте. Вот проверено, прям вот долгим опытом. Операции снимали, и там самое плохое зрение лечилось вот таким образом. Проверено вот 100%, даже 200%. В Полтаве у меня была группа, я там советовал, там женщины по два, по полтора, по два года принимали лимонный сок и смогли выздороветь и поснимать очки и неоперабельные глоукомы повылечивать там и так далее. Если только некроза тканей нет. Как использовать ваджу дома эзотерические? Просто положите ее, и тогда не будет всплеска в агрессии. Когда ваджа лежит, то в случае, если кто-то нервничает, то быстро друг друга прощают. Если ваджи нет, то могут неделями на друг на друга обижаться. У меня тоже ваджа лежит, видите, вот такая, дома лежит, для того, чтобы никто не нервничал. Муж получил инсульт, сахарный диабет станет, ему лучше станете. Продам я квартиру в этом году, в этом нет, на следующем да. Как вылечить псориаз? Сейчас сделал мазь, она будет продаваться, будет называться родопи, ей мажьте. Сейчас можно мазать моей мазью, эта мазь называется изотоновый бальзам. Он 100% убирает псориаз. Но местно, а вот найдите вебинар, где я рассказываю конкретно, как работать или как лечить псориаз. Если у меня энергия рейки, понятия не имею. Меня моя тревожность задолбала, что подскажете? От тревожности, вообще, если вас мучает тревожность, очень сильно переживаете за что-то, делайте такое упражнение, поднимайте глаза вверх и делайте вдох. Задерживайте дыхание, читайте до 10, смотрите вперед и выдыхайте. Если у вас депрессия, то делайте депрессия и как бы сил нет, все печально, ничего не хочется, то делайте наоборот. Смотрите вниз и вдох и потом вперед. Таким образом, в случае, если у вас тревожность, вверх вдох, вперед выдох. В случае, если у вас депрессия и страхи, то вниз вдох, вперед выдох. Много сделал ошибок в жизни, но сегодня получится реально радоваться, пока 50. Супер, мне тоже 50 будет на следующий год. Сегодня ездил на машине, молодые девушки, глазки строили. чуть не упало. Поэтому 50 лет это не возраст. надо было мне в 50 лет жениться. Не так рано, как я в 40. Помогите назвать девочку полтора месяца, никак не можем назвать. Прошу вас дать вариант. С удовольствием. Какое имя дать девочке, чтобы была счастливой? Надо срочно давать имя. Получилось такие буквы R, I, T, R, I, T, N, A. То есть для того, чтобы была счастливой, нужно ей быть либо Ритой, либо Ринатой. Либо Ритой, либо Ринатой. Либо Ри... Какие... Вот ваши буквы, на которые можно назвать R на первом месте. То есть на букву R. На букву R там немного имен. Это Рита, Рината. Ну вот Рината больше всего. Потому что Ритна, Рината. Вот Рината. Или Рита. Вот так. Это такие вот имена, которые ей подходят. Но имя нужно срочно дать. Срочно, потому что она устала жить без имени. Сейчас. Имена на Ри. Имена на Ри. А вы поэтому и не можете дать. Потому что очень сложное... Она хочет имя на Ри. Видите? На R. Женские. Ага. Сейчас посмотрим. Женские имена на букву R. Потому что на R 100% нужно назвать на R. Раиса. Хорошее имя сейчас. Ребекка. Регина. Ребекка. Ребекка. Регина. Рима. Рима подходит. Рита очень подходит. Роза подходит. И Рената тоже подходит. Розина. Рокси. Розалинда. Ну, подходит Регина. Рита. Рима. Роза. Раиса. Вот на букву R. Будет тогда счастливой, везучей и очень богатой. Подскажите, встречу я свою любовь в этом году? В этом нет. А на следующей? И на следующей нет. А через год? А через год, да. Андрей. Мне 68. Предстоит апеллитка операции по удалению звукойственной опухоли на правом легком. Как пройдет? Жить будете. Все будет хорошо для вас. Скажите, внучка заканчивает 11 класс, а не знает, чем заниматься. Все, что связано с дизайном, будет ей подходить. Регина, дайте имя. Мне снится постоянно сон, что мне требуется сакральное имя. О чем это? Как его подобрать? Сейчас я Ольга Эдуардовна, и мне нравится, как это звучит. Сакральное имя – это духовное имя, которое дается после прохождения первой ступени. Оно фактически является защитным компонентом человека. Так на вас, Ольга Соколова, легко повлиять любому человеку. В случае, если у вас есть сакральное, оно же духовное имя, то повлиять на вас невозможно. Поэтому, как его подобрать, здесь я вам не расскажу. Хотите, переходите, покупайте ступень, смотрите. Там я объясняю, что такое духовное имя, как и зачем его использовать и так далее. Также, в общем, одним словом, пожалуйста, все можно изменить. Скажите, пожалуйста, есть ли на мне венец безбрачия? Если есть, то могу ли избавиться? Венца безбрачия – нет. Лишний вес есть. Скажите, пожалуйста, и гастрит есть еще. Да, и нехорошо пахнет изо рта. Поэтому, может, это и мешает вам. Скажите, пожалуйста, переедем ли мы в новую квартиру в течение года? Или не стоило продавать сейчас нашу квартиру? Это уже не важно, стоило или нет. Но, скорее всего, в следующем году, в этом году нет, а вот в следующем году, аж в конце года, вы правильно делаете, что не торопитесь покупать, у вас будет хорошая квартира. Сколько детей будет у меня? Слушайте, ну это вообще нехорошо. У меня дочка 12 лет, постоянно ноет, ничего не хочет. Если ребенок постоянно плачет, это первые признаки судорожного компонента. Это говорит о том, что у ребенка развивается либо дистоническое состояние, либо невротическое состояние, либо даже какие-то судороги. Легче всего это проверить, сдав энцефалограмму, как бы исключив заболевание эписиндром. Но, второй вариант, это попробовать давать магний, потому что плаксивость, это может быть качеством недостаточного магния. Давайте магний, и тогда плакать не будем. Плаксивость, это может быть отсутствием магния. Как эзотерически помимо зеленой нитки вылечить сколиоз и сердце? Я готов вам дать ответ. Но вам для этого необходимо пройти мой семинар, который называется «Эзотерическое целительство», где я 12 часов рассказываю о том, как человек может себе помогать. А вот так чик-пук не получится, к сожалению, даже если захочу. Тем более сердце. Мой младший сын хочет идти в медицину. Его ли это направление? Есть два направления, которые Бог благословляет. Это учитель и медицинский работник. Это Богом угодные специальности. Поэтому и то, и другое. Если у вашего сына есть такое желание, максимально это поддерживайте. И это как, знаете, быть врачом, это то же самое, как быть, наверное, пастором. Это как быть духовным человеком. Это как быть монахом. Действительно, быть врачом – это очень гуманитарно, человеколюбиво, милосердно. И стремление быть врачом – это аналогично. Человеколюбиво, милосердно. Я знаю многих врачей. Мой и бизнес, и моя жизнь, она связана с огромным количеством врачей. Те люди, с которыми я учился, и с теми, с которыми я дружу, среди них есть министры здравоохранения в разных странах, бывших министров, знаменитые травматологи, хирурги, эндокринологи, директора институтов трех в Украине. Это мои близкие друзья, с которыми я общаюсь постоянно. Я могу на сто процентов сказать, что это люди с огромным, огромным, преогромным, широким и большим человеческим сердцем. Знаете, как бы человек ни отбивался, но медицина оставляет свой отпечаток на сердце, и человек хочет или не хочет, все равно становится добрым, душевным, теплым. Ничего с этим сделать нельзя. Как бы ни тяжелая была такая работа или такая профессия, все равно человека, любя в этом всем занимает огромную такую роль. Не могу, Андрей Андреевич, застряла на третьей ступени, не могу взяться за четвертую. Благословите, благословляю, проходи. Хорошая моя Марина Минибаева, все будет у тебя хорошо. Обещаю, что после четвертой ступени тотально жизнь изменится в лучшую сторону. В каком направлении мне развиваться, заниматься, запуталась. Все, что связано с эстетикой, ногтевая, глазки, волосы, эпиляции, там будет очень хорошо получаться. Андрей Андреевич, вы мой психолог. Как стать ближе к сыну? Чувствую, отдалился. Ну вот то, что вы сказали, вы мой психолог, за этого я не отвечу. Я не ваш психолог. Зачем вы так? Это я должен был, это вы меня поощрили, то есть я должен был порадоваться, что я ваш психолог. Как бы, знаете, не очень правильно. Для того, что существует ряд эзотерических практик. Первое, нужно взять сына из себя и представить, будто как вентилятор горячего, теплого воздуха, как фен. И прямо вам и ему становится жарко. После чего обведите себя и его и произнесите Омахум Хохохри. Делайте так, три раза в день, на протяжении 7-10 дней. Итак, первое, представили, будто обнимаете. Второе, представили, будто вам жарко с ним. И третье, обвели. И после этого очень изменятся отношения. Он станет к вам ближе, начнет вас обожать, тепло и хорошо к вам относиться. Сын Влад, будет ли работать в энергетике? Защитит ли кандидатскую? Защитит и работать в энергетике будет. Если гастрит и панкреатит, пить ли лимонный сок для улучшения зрения? Не навредит. Нет, не навредит. Если нет язвы 12-перстной кишки, пить лимонный сок можно. Не бойтесь лимонного сока. Лимонный сок не повышает кислотность желудочно-кишечного тракта. Алкоголь повышает, любой причем. Если эзотерика на котов ушел из дома уже третий кот, положите тарелочку с едой для кота и скажите, мы тебя ждем. И каждый день меняйте еду и говорите, мы тебя ждем, Мурзик, мы тебя ждем, котик, и вернется. Я желаю вам успеха. Пусть у этого мира будут изменения в лучшую сторону. Пусть мир в Украине начнет появляться без российских войск. Пусть российские войска навсегда покинут территорию Украины и не трогают больше Украину. Никогда их вспоминают. Это как страшный сон. Пусть тот дурачок, который называет себя президентом Российской Федерации, покинет навсегда уже и не будет издеваться над людьми. Но вы представляете, они выпустили миллионы ракет на территорию Украины. Если почитать, это триллионы долларов. Лучше бы эти деньги на эти деньги сделали дороги, сделали больницы, дали бы инвалидам и так далее. Сделали бы прекрасный мир, в котором бы люди жили и хотели бы жить. Нет. Нужно все, как он сказал, в резиновую жопу запахнуть и при этом еще умничать. Была Украина, не была. Да тебе какая разница? Построй свое государство, чтобы оно было как Америка. Самые лучшие, самые... Китайцы смогли, европейцы смогли, американцы смогли. У этих куча денег, куча всего, куча народа, куча умных людей послушать. Самые лучшие, самые умные, самые... А что ж тогда такая жопа, то возьмите деньги вместо ракеты и дай людям возможности. Дай детям по 50 тысяч долларов и пусть эти дети обучатся в Англии, приедут и работают. Нет. Надо построить дворцы своих детей, отправить за границу, всех посадить на наркотики, разрушить все и завести войну. Да ешкин кот. Пусть уже это все закончится. Донбасс, если вам это интересно, смотрите, как это все было. Сначала Грузия напала сама на себя, потом отдала Карабах, потом второй раз напала сама на себя, отдала еще часть территории, потом Молдавия напала сама на себя, отдала часть территории, потом Украина напала сама на себя, отдала часть территории, потом Крым напала сама на себя, отдала часть территории. потом чечня напала сама на себя по той второй раз чечня напала сама на себя знаете потом в чечне убили 400 тысяч человек а потом было у нас в донецке огромная баталия в донецкой области где находилась более тысячи танков и тысячи русских военных которые просто приехали зачем-то и после этого зачем бомбили донбасс что с вами то с вами ну что с вами ну что с вами чеченцы попросили украинцы попросили нет это все это все воины которые ведутся таким образом сейчас нет таких войн это ступили что сказали мы пойдем освобождать сначала было где нацификация де национализация сейчас дошло до того что уже начали кричать давайте будем украинских детей топить и в домах сжигать все фашизм бомбы взрывать все наоборот что говорит президент нужно все наоборот вот у нее взрыва вот они там голубей пускают все это русские решили голубей пускать они решили там бомбу взорвать все русские решили бомбу знаете смешно они хотят взорвать там что-то ну как они хотят взорвать если вы там находитесь то есть все на это смотришь такой бред надо сделать так чтобы этот человек больше никогда во власти не находился сейчас находится у власти человек болеющий психическими заболеваниями и он там не должен быть но это не мое мнение на самом деле вот я просто за то чтобы мне как обычному человеку который себя создал сам который не лезет в политику и которому это не интересно просто мешает и неприятно что каждый день из-за того что бомбили донбасс как вы считаете и там было убито 100 человек уже на сегодняшний день убили более 500 тысяч человек скажите это разве стоит того что наказание что вот бомбили а теперь мы убили за это 500 тыс скажите это хорошо хорошо то есть зато то есть за то что их бомбили мы убили 500 тысяч супер я поздравляю вы фашисты когда я встречу любимого человека и будем счастливы вы уже придумали как вы будете счастливы сколько детей родить и ты придумали получится внучки валерии выехать в новую квартиру до цена не видела 20 лет устала да моя хорошая людмила нагорная вы не лезете политику вы сейчас что пропагандируйте а я бы хотел чтобы те кто смотрит меня знали о том что происходит то есть сначала военных там обстреливали а сейчас обстреливают просто электростанции украинские то есть это война против обычных людей вам просто залепили глаза и вы этого не видите вам просто залепили глаза если вы считаете что не прав смотрите внизу есть кнопочка называется удалиться с канала от того что вас не будет мне будет все равно даже если все абсолютно уйдут с моего канала и не будут заниматься не буду там думать или покупать знайте от того что вас не будет у меня я даже не замечу от того что меня не будет у вас вы заметите почему потому что никто с вами не будет нянькаться даже никто вот так вам судьбу не предскажет потому что никто совета не даст поэтому а ваши там что вы и там и так далее да мне все равно вообще я делаю что я хочу я делаю потому что я человек честный никого никогда не обманул и никому ничего плохого не сказал я делаю то что видят мои глаза здравствуйте женится ли мой сын да как вылечить простату без операции без операции можно моими препаратами светлана 39 почему мне не везет с работой кричу ли я своему мужчину муж потерял зрение заниматься перевозками получится видно ведь это все справа да будет ездить вообще не переживайте он такой ужас он может одноноги одноруки одноглазые там и все остальное но за рулем наверное умрет то есть он будет этим всем заниматься не переживать у него все сто процентов по улице поехать в америку на могилу деда не нужно ну ладно могу открыть основидение стоит пытаться да стоит пытаться можете открыть ольга рощина сыну вадиму 39 информация закрыта почему информацию закрыт к информацию закрыта что нужно делать я вижу что с вашим сыном со вспышками гнева ранее ответил уважаемый лев видите пожалуйста мой вопрос на какой акша продам лим дом продадите мои внуки попали под влияние психически больного отца и отвергли мать и нас этот ужас длится три года вернуться они к матери вернуться но это произойдет и пройдет еще года четыре поэтому терпите я понимаю что там все очень неважно что ждет запорожье запорожье наступление на запорожье не будет затоплять запорожье не будут ядерная бомба в запорожье не взорвется можете ничего этого не бояться как я и говорил помните у меня спрашивали будет ли в чернобыле взрыв я говорю не будет потом взорвут ли ядерную бомбу я говорю не взорвут потом будет ли в запорожье говорю вам не будет дальше взорвется ли там что-то ничего затопит не затопит поэтому ничего не бой все нормально встречая еще любовь а любовь конечно вот правильный вопрос любовь встретите смогу найти себя в польше или возвращаться в украину в украину возвращаться придется ваш философия уважаю андреевич открывает дороги спасибо а мой сын женится если да и можно удачно ли будут дети женится и будет удачно женит 42 или 43 будет очень богатым дом себе купит все нормально еще в жизни состоится еще первое вот сейчас будет женщина с девушкой встречаться мозги ему там съест а потом вторая после нее будет хороший с хорошей семьи замуж выйдет женится вернее будет прям очень хорошо видите без плохого хорошего не получается а я понял что с душой после смерти после того когда душа умирает мы это видим как сон то есть засыпаем и нам снится сон то есть это были так ой как больно больно потом как потеряли сознание и снится сон такой значит в этом сне снится будто вы видите людей каких-то рядом с этими людьми видите кого-то вроде этих людей можете вспомнить и нет и начинает двигаться жизнь как в обратную сторону то есть снится вам сон в котором ваша мама а там ваша школа там еще что-то и после чего вам снится а кажется что это снится долго и медленно на самом деле время проходит и потом сон закончился вас как разбудили и в момент того когда разбудили вас вы ничего не помните почему просто вы смотрите на какое-то существо которое тыкает вам в лицо свою грудь вы тужитесь вас тошнит голова кружится поздравляю вы родились этот цикл называется циклом самадхи или циклом перерождение дхарма о чем я сказал смотрите самадхи это рождение а перерождение дхарма потому что самадхи это когда вы родились зафиксировались на своей жизни а самадхи это зафикс фиксация а дхарма это перерождение жениться ли мой сын 28 девушки нет в женится маленькая такая будет хорошенькая я могу вам посоветовать пройти мой вебинар он называется быстрое замужество часть 2 он хороший вот если вы его пройдете там буквально 50 пунктов если все 50 пунктов использовать как мы сын старше говорит по приколу просто вот так просто верите не верите просто поделать то даже если вам 99 запятая 99 лет но у вас не желание начать жить с мужчиной и однозначно начнете жить главное делать то что я там говорю там магии немного а вот идеи очень хороших много то есть там видоизменения своего и чуть-чуть поведения и чуть-чуть мировоззрения и чуть-чуть отношения и это все складывается правильный такой кубик руби где сторона замужества будет ваша там же я еще и обряд провожу поэтому пожалуйста переходите на мой сайт дуэко . гуру как найти мой сайт смотрите сейчас под этим видео я посмотрю сейчас под этим в возле моего самовар чек а вот здесь а вот назад назад возле моего самовар чека вы поняли да здесь возле моего самовар чека находится штрих-код вот этот штрих-код который здесь находится вам необходимо на этот штрих-код навести свой телефон нажать камеру после этого туда навести и перейдете на мой сайт это сайт дуэко гуру и когда вы перейдете на этот сайт дуэко гуру там вы сможете найти мой семинар быстрое замужество и там семинар не тяжелый он два часа медленно его просмотрите запишите для себя подробно всю информацию которая необходима и завтрашнего дня можете начать применять там и как выглядите как дышать и там как относиться там очень все несложно как примитивно вы знаете она все до кучки там для того чтобы женщина вышла замуж необходимо чтобы все струны правильно были настроены чтобы музыка это прозвучало вот почему-то одна струна расстраивается и музыка не создает так вот я там рассказываю как каждую струну настроить чтобы она идеально звучала вот так поэтому мои золотые дорогие и хорошие до свидания до новых встреч будьте здоровы субтитры дуэко гуру